До сих пор До сих пор мы говорили о духовной динамике, а сегодня давайте обратимся к вопросу о привлечении к служению простых членов церкви, что, как утверждалось ранее, служит одним из важнейших условий для воспроизводства церквей. Вкратце о самом главном. Если речь идет о церкви со структурой ячеек или малых групп, то мы считаем такую форму наиболее благоприятной для жизни и развития церкви. Хочется верить, что малые группы в вашей общине постоянно умножаются. А это, безусловно, создает потребность в новых лидерах, кто возглавит новые ячейки. Одним и тем же людям это будет не под силу. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы в каждой такой группе был помощник лидера, его ученик, который в случае образования новой группы мог бы ее возглавить. И так это очень важное условие. Однако, если речь идет о воспроизводстве церквей, то, как мы уже отмечали, нередко, несколько таких домашних ячеек становятся ядром новой общины. И тогда лидеры остаются в ней. Таким образом, умножение церквей начинается с умножения ячеек, для которых непременно требуются лидеры. Без них никак. Сегодня я хотел бы представить вам несколько уровней подготовки паства к служению. Что я имею в виду? Дело в том, что любая община состоит из людей, каждый из которых находится на своем этапе христианской жизни. Поэтому и подход к их личному духовному развитию и подготовке к тому или иному служению тоже должен быть индивидуальным. Вынужден констатировать, что многие церкви, как правило, с традиционной структурой, придерживаются универсального шаблонного подхода. Другими словами, образовательной программы достаточно одной, и пусть все ее проходят. Вот вам общий курс, идите и учитесь. При этом мы не учитываем, что каждый из этих людей находится на своем духовном уровне, у каждого свой опыт и свой уровень ответственности. А значит, нам нужен индивидуальный подход. Попробую представить вам свое понимание. Можно учитывать потребности всех христиан, или преимущественно молодежи, или же новообращенных. Назовем эту универсальную потребность утверждением вере в пути следования за Господом. Ведь каждому из нас необходим духовный рост, укрепление в вере, твердость в следовании за Христом и служение Ему своими дарами. В этом нуждаемся мы все. И в этом нам призваны помочь определенные служения, будь то музыкальное поклонение, проповедь и наставление, душепопечительство и так далее. Это неотъемлемые элементы христианской жизни. С другой стороны, мы хотим, чтобы община все более и более возрастала в своей посвященности Христу, его церкви, в своем дерзновении в служении, в труде на Божьей Ниве, чтобы христиане становились подлинными учениками, делателями, соработниками у Бога. В музыкальном ли прославлении, в работе ли с детьми, в социальном служении, в форме раздачи бесплатной пищи, в помощи сиротам или какой-то иной деятельности. Мы хотим, чтобы христиане понимали, что в церкви должны служить не только тебе, но здесь ты должен служить и сам. Что для этого необходимо? Людям необходимо выявить и развить свои дары и научиться самому главному в служении. В этом может помочь, например, семинар, посвященный методам изучения и толкования Библии. Для тех, кто собирается работать в воскресной школе, мастер-класс по работе с детьми. Иначе говоря, принимая во внимание весь спектр церковных служений, вы помогаете людям раскрыть, распознать свои дары и освоить самые базовые навыки церковного служения. Отправлять людей на Ниву Божие без обучения и подготовки не следует. В противном случае их, скорее всего, постигнет разочарование. Даже при наличии дара попытки его реализовать могут казаться неудачными, и тогда человек опускает руки и решает, что в этом деле он вовсе не одарен. Но ведь первый раз на сцену выходит не маэстро, правда? Чтобы им стать, надо учиться. И даже если концерт вы впервые играете невиртуозно, это отнюдь не повод усомниться в своей отдаленности. У вас есть способности. Просто их надо развивать, согласны? Что же довольно часто происходит на деле? Кто-то говорит, хочу быть пианистом. Прекрасно, тогда задела специальность, сольфеджио, другие предметы. Спустя полгода результат не вдохновляющий. Может, музыка и вправду не для вас. Может, стоит попробовать себя в чем-то другом? Например, в баскетболе? Так ведь? Чтобы выявить свои способности, надо сначала попробовать, иначе как определить, что у вас есть талант? Только методом проб. Мне это интересно, у меня получается, другим тоже нравится. Дайте людям возможность попробовать себя. И как только станет ясно, в чем они одарены, помогите им развить свои способности. Не учите их плавать, бросив реку. Сначала потренируйте с ними технику, а потом отправляйте в воду. Другая категория прихожан — это потенциальные лидеры. Например, у вас есть коллектив детского служения. Но ему требуются руководители. Те, кто способен подготовить служителей для работы с детьми. Их тоже надо постараться выявить. В большей степени одаренных, в большей степени ответственных, способных к обучению, кто в перспективе возглавит церковное служение. Принцип тот же, что и при выборе лидеров ячейчных групп. Ими становятся те, кто обладает соответствующим даром, пользуется доверием членов группы, кто проявляет желание и интерес к данному служению. Новые ячейки возглавляют такие люди. Подход к их подготовке несколько иной. Им необходимо укрепить свое служение и развить основные лидерские навыки. Итак, на этом уровне, на уровне просто членов общины, речь идет о формировании самых базовых, самых необходимых навыков христианского служения. Здесь же основная цель – закрепить эти навыки, поскольку эти люди будут заниматься обучением и подготовкой других христиан, а также сформировать основные навыки руководящей работы. Другими словами, цель не только объяснить, как провести хороший урок в воскресной школе, это скорее сфера методики преподавания, но и научить осуществлять руководство служением. Видите ли, я могу быть искуснейшим преподавателем, но при этом бесталанным руководителем. Согласны? Лидер должен уметь ободрить приунывших, мягко и с любовью помочь человеку исправить ошибку и вернуть его на правильный путь. Без этих качеств вы будете неспособны помогать людям растить и развиваться. Так вот, будучи лидером церкви, призванным воспитывать потенциальных руководителей, я должен искать в кандидатурах именно такие способности. И, наконец, уровень пасторов и старейшин, людей, на которых возложены самые серьезные обязанности. Это духовные лидеры общины, ее духовные вдохновители, попечители, руководители и наставники. Им и предстоит готовить лидеров, причем на серьезном уровне, а не на уровне базовых умений и навыков руководства. Они будут взращивать новых пасторов и руководителей служений. Помните, о чем говорится в 4 главе послания к Ефесиным? И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Эти люди, на которых возложена самая большая ответственность, и должны заниматься подготовкой и обучением новых служителей своего уровня. Так вот, от них требуется, в числе всего прочего, попытаться понять, какой потенциал заложен в членах общины. Ведь руководящую роль способны выполнять далеко не все. Большинство людей, скорее всего, будут исполнителями, и только немногие — пасторами и старейшинами. Но их роль будет ключевой, поскольку именно они возглавят коллективы основателей дочерних общин. Таким образом, речь идет о формировании христиан, об их пути от новообращенных до служителей, а в отдельных случаях — лидеров и пасторов. Вот почему, как руководитель, следуя примеру самого Христа, значительную часть времени я буду посвящать обучению и подготовке этих людей. На протяжении всего времени, особенно к концу своего земного служения, Иисус много времени проводил с 12 учениками, так как им предстояло сыграть главную роль в распространении христианского учения. Впрочем, это, конечно, не умаляло значимости других людей. У каждого свое призвание и свое служение. Ну что ж, примерно так выглядит шкала формирования христианина как служителя, шкала формирования церковных лидеров. Наверное, имеет смысл обсудить у себя в церкви и попытаться ответить на вопрос, а каким образом мы способствуем росту прихожан на каждом из этих уровней, что мы делаем, чтобы помочь потенциальным лидерам продвигаться вверх. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok